Заслуженный учитель школы России, почетный гражданин Одинцовского района и муниципальный депутат Гильда Бот родилась в годы войны седьмым ребенком в многодетной этнической семье поволжских немцев. Дома говорили на двух языках, немецкий для нее был не менее родной, чем русский. Знания в школе девочка схватывала на лету, а путь в профессию определил случай. Как-то мне повезло по жизни. Вот по жизни повезло. Ведь немцы до 1956 года, они были, ну как вам сказать, под наблюдением НКВД. Когда мне исполнилось 14 лет, это было в марте 1956 года, отменили, отменили вот это вот. Немцам разрешили ездить и ехать, куда они хотят, и отменили платное образование. После окончания поселковой школы Гильда Александровна с первого захода поступила в Ярославский педагогический институт и окончила его с отличием. Когда моя учительница говорила, вот Гильда, слушай, вот ты так училась, институт с отличием закончила. Благодаря чему? Я говорю, не благодаря, а вопреки. Я говорю, меня никогда дома не спрашивали. Гильда, а ты уроки выучил? Это было вообще, а что ты в школе делаешь? Мечта стать учителем пришла к юной гильде в восьмом классе. Очень уж она хотела быть похожей на своего любимого классного руководителя. Я очень любила свою учительницу немецкого языка. Она же была моим классным руководителем, Антонина Ивановна Кузнецова. Вот я просто восхищалась ей. Она мне казалась такой красивой. 20 лет Гильда Бот отдала непосредственно школе. Преподавала немецкий язык, а затем еще и совмещала профессию учителя с должностью директора. Она всегда знала, что нашла свое призвание в жизни. Мне хотелось передавать знания. Хотелось передавать знания, учить. И я никогда не пожалела, когда меня спрашивали, а вот если бы... А я говорю, а если бы, то я опять бы стала учителем. Гильда Александровна в Денцово переехала вместе с семьей в начале 80-х. Место сразу стало для нее родным. И здесь она по-настоящему смогла реализовать себя не только как педагог, но и как грамотный управленец. Я приехала, я была здесь чужим человеком. Но меня взяли в Горану тогда, в городской отдел народного образования методистом. Через год я стала зав. метод-кабинетом. Еще через год зав. Горану. Я говорю, я нигде не проталкивалась. Но, видимо, что-то было во мне, что привлекало. Я извиняюсь на нескромность, но это действительно было так. Много лет Гильда Ботт трудилась и начальником Одинцовского управления образования. Под ее началом был открыт не один десяток учебных учреждений. Многие она навещает и сегодня. Но есть те, которые особенно дороги. Я считаю хорошим достижением – это вот открытие школ для детей с особенностями. Вот одной из них, Надежде, я недавно только встречала, директора сегодняшнего, ей исполнилось в следующем году уже 25 лет. 25 лет. Вот тогда уже ума хватило, что нам нужна такая школа. Сегодня Гильда Александровна дважды бабушка, трижды прабабушка и много времени проводит со своей семьей. Но без дела женщина сидеть не привыкла. Являясь депутатом окружного совета и членом фракции «Единая Россия», активно принимает участие во всех партийных проектах, ведет прием населения, по-прежнему консультирует и помогает в вопросах, касающихся образования. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».